Доброе утро всем! Соскучилась по вас, ребята! Там хатушки! Вижу тебя, вижу, моя красавица! Очень заскучилась, летала в Пекин, но не представляете себе, не могла зайти в эфир, потому что забыла очки, без очков улетела. Вот, и не могла прочитать, если бы даже я вошла в эфир, у меня бы был только монолог, диалога бы у меня с вами не было, потому что я бы ничего не смогла прочитать. Так и не зашла здесь, поэтому не заходила в эфиры. Приветики-приветики-приветики всем! Привет из Можайска, моя красавица! Цвета мания! Привет-привет-привет! Подожди, вы у меня что-то попросили, я забыла. Надо мне зайти в ваш чат, чтобы вспомнить, потому что я уже скоро вылетаю. Вот, и чтобы... Сегодня какое вообще число, интересно, забыла уже. Ну вот я на днях вылетаю, все. Отлично выглядите, спасибо вам большое! Красивое, очень-очень, спасибо! Приятно! Приятный комплимент с утра! Приветики-приветики всем так! Блин, я вообще-то от вас... Молодею, я хорошего вам дня, Марина, из Можайска! Обнимаю вас! Спасибо вам! Спасибо вам большое! Спасибо огромное! Шикарно выглядишь, Хату, спасибо! Здрасте, из Казахстана! Привет-привет-привет! Привет из Баку! Люблю Баку, привет! Классный город! Я как-то ездила в Китай через Баку. Я прилетела в Баку и из Баку вылетала в Китай. Ой, мне так понравилось! Вот начиная с аэропорта, прям все-все-все мне понравилось! Боже, как... Я просто... Я даже не думала, что там такая красота, и столько шика, и так все. Вот такой ландшафтный дизайн, и все так круто! Вообще, всем советую, всем советую поехать в этот город, посмотреть на этот шик. Двадцать восьмого вылетаю. Ой, мне так понравилось! Что-то играет на чем-то, и прошла мимо, даже не показала вам. Ну ладно, у меня нет наличных, у меня все на ВИЧАТе, у меня все деньги на ВИЧАТе, не могу дать ему. Ничего, поэтому пройду, ладно, мимо. Восхищаюсь с вами. Ой! Как погода в России? Скажите, пожалуйста, вот кто из Москвы? Вот, Марина, цветомания. Как у нас погода? Здесь прям безумно жарко. Тридцать четыре. Даже до тридцать восьми доходит жара днем. Это вообще... Даже если пасмурно, если дождь, все равно тридцать четыре стоит. Вот душно все. В таком, знаете, живем как будто... Очень повышенная влажность. Вот прям повышенная влажность. Волосы вот так распухаются, вот так вот распушатся. Так, их распускать прям нельзя. Ну и сегодня просто красотка. Так, отличная погода, жарко. О, супер! Супер! В России тоже очень жарко. Здорово, здорово, здорово. Круто. Угу. Так, так, так. В России тоже очень жарко. Тридцать один в Москве жара. Супер! Играл кто-то на саксофоне. Да, 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 в саксофоне играл. Мужик инвалид. Я хотела вернуться, но у меня нету кэша. У меня только на Вичате деньги. Я хотела ему подать, а у меня с Вичата как я ему подам. Вот, и поэтому не вернулась. А так очень люблю саксофон. Вот если мужчина играет на саксофоне, это всё. А если женщина на веренчеле, это просто для меня вообще это олицетворение какое-то, я не знаю, не буду говорить. А олицетворение есть чего? Ну, это очень красиво. Это очень красиво. Марина, сохраните, пожалуйста, эфир. Убегаю на приём к врачу. Давайте, удачи вам, удачи, удачи, удачи. Чтобы вы были здоровы всегда. Чтобы всё, все анализы были у вас отличные. Чтобы всё было хорошо. Марина, тебя жене... Марина, от тебя же на работу. Тебя же на работу пригласили. Как дела обстоят? Ну, ещё никак. Пока ещё не знаю. Вот у нас на шутфабрике, вы говорите. К этому вопросу мы в августе только вернёмся. Поскольку я сказала, что я уезжаю. А вот. Ну, мне реально надо уехать в бедечке, день рождения. Потом. Ну, июнь, это такой месяц. Я здесь не видержу просто. Это очень жарко быть здесь. А вот. Потом не очень рабочий месяц, я бы сказала. Потому что все уезжают на море отдыхать. А вот. Вернусь только в августе. В августе я вернёмся к этому вопросу. Мне это очень интересно. Единственный вопрос. В каком городе я буду жить в таком случае? У них фабрики в основном в Шенчжине. Я очень хочу жить в Гуанчжоу. А вот. Шенчжин немножко такой... Очень хороший город, но он очень скучный. А вот. Но ради такой работы я бы пожила бы в Шенчжине. Да. Я бы пожила бы. Наверное. Привет из Уфы. Приветики, приветики. 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 привет из кабулеты моя дорогая привет как тебе кабулете лейла ой в кабулете хочу представь я хотела приехать а у меня самая близкая подружка которая с которой очень много лет мы прожили она из-за батуми мы прожили в китае в пекине она была женой дипломата из красного креста а вот и потом сожалению так получилось что он погиб рэмзи он был американец она в америку вышла замуж вот и потихонечку у них и контракт закончилась и они уехали в батуми и я прям вот я так по ней скучаю прямо сейчас я приехала в пекин боже мой боже моя готова была целовать следы где мы ходили где мы разговаривали где бы даже иногда ругались ой боже 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 я так соскучу такое такую скуку по ней почувствовала прям бешеную и думала что когда я приеду в грузию поеду к ней а получилось что она сейчас уехала в лос-анджелес и все я сменю вирус опять да и же такие люди так это что-то я значит пропустила хорошего у меня спасибо вам большое вы наш позитивчик куда держите путь моя красотка с отомания еду знаете решила поехать на фабрику карандашей которых я рекламирую вот но мне они правда очень понравились я думаю что это правда очень крутой продукт и я хочу сделать обязательно мне нужно кое-какие вопросы решить с этой фабрикой а вот и еду туда сейчас с которым комфортно всю жизнь но не всем со мной комфортно не согласна не все за мной комфортно дай бог чтобы сработать на фабрике все получилось вижу вас вы мне в отцапе написали я вам ответила там так откуда знаете дилана какой он человек по вашему мнению дилан замечательный человек как он замечательный друг прям вот лучший друг я не знаю какой он мужчина по жизни я не знаю но мы его боготворим прям очень любим он наш очень близкий друг а вот мы у нас общие ну у нас есть там общая группа бы чат где все сашины друзья и один из них вот делан там ну не знаю человек он очень хороший по моему мнению я просто мало ну как бы что мы только веселимся вместе никакого никаких других соприкосновений у меня с ним никогда не было и как друг вот например если кто-то уезжает там и уезжал из паттайи он обязательно подъезжал там провожал но как бы вот очень такие человеческие факторы прям в нем видны видны замечательный друг прям вот лучше не придумаешь вот такой друг так как приятно правильно успешно образованную интересную женщину вы такая умничка привет вам из башкирии привет башкирия привет привет из ташкента привет ташкент трудяга вы моя хая сама здесь кабулете работаю как это жесткая пчелка труска пчелка молодцы знаете сам таймс иногда а умственная работа она намного эффективнее конечно чем физическая а вот надо конечно и связи очень много решают связи однозначно вот тоже факт ничего прочитать не могу потому что солнце прямо перекрывает все он наш знаменитик антон тавел я вам сейчас покажу если будет видно конечно скажите мне видно не видно о вкусная вышла на самую подождите подождите опа вот он перед отъездом буду подниматься до самого последнего этажа я вам сниму это все а вот так пошла я и виду дорогу так 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 повернуть по ничего не могу прочитать девочка потому что все вот этот вот солнце у меня сейчас я вот в тин я не зайду и все будем читать я ни разу была в Грузии говорят там классно так что все вот отвечают в Грузии лучше всех однозначно я в этом уверена в этом я сто процентов девочки уверена Грузия это очень красивая страна она маленькая но очень разнообразная вот со своими долинами и горами и реками и вообще у нас вода очень разнообразная вода один из ресурсов нашей страны очень хорошая вода у нас а вот что еще и море и все у нас есть и культура у нас есть и еда вкусная вот 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 как это Он мне отправил фотографию и вы там рядом с ним. Я в шоке была. Это кто? Кто? А, он вам отправил, Дилан вам отправил фотографию, где я рядом с ним. У меня очень много фотографий с ним в инстаграме, да, мы очень дружим, я к ним очень хорошо отношусь. Я еще раз повторяю, как друг, как человек, он замечательный. Отношения и дружба, они очень сильно друг от друга отличаются. В отношениях мужчины обычно по-другому себя проявляют, но он умеет уважать женщин, он прям вот галантен очень. И неплохой человек абсолютно, наоборот, наоборот, наоборот. Наоборот, очень воспитанный. Вот, дружба, что пальчики оближешь, да, он создал группу вчера в инстаграме, меня добавил там все его друзья. А, он сказал, что это случайно у него случилось, эта группа. Как-то, не знаю, как это у него получилось, но я удалилась, потому что у меня очень, очень сильно забит, забит телефон. Прям, я не знаю, у меня столько фотографий, столько видео. И когда так много людей в группе, в чате, они посылают друг другу много всяких видео, фотографий. И у меня телефон вообще начинает тормозить от этого. Я решила удалиться просто, потому что, ну, во-первых, я людей этих не знаю. С ним я могу переписываться, у нас есть праведчат с ним, ну, как бы, у меня есть он в друзьях моем, в моем ватсапе. И мне не нужна для этого. А, у нас еще и есть общий чат с друзьями, со всеми. Вот, он еще у меня и отдельно, и еще и с друзьями, поэтому, когда мне надо что-то... Вот, сегодня у него, кстати, день рождения, ребята. У Дилана, у нашего, сегодня день рождения. Мне надо записать какой-нибудь ролик и послать ему. Да, 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 он сегодня у нас празднует день рождения, да. Я сегодня ему написала утром в ватсапе. Ольга, подтверждаю, Грузия супер. Люди очень теплые, своеобразные, как дети. Далеко не глупые, но очень, очень открытые. Я бы сказала, очень... Вот, это мое наблюдение. После 25 лет, то после 25 лет отсутствия из этой страны, я приезжаю и абсолютно другими глазами смотрю на свою страну. Только вот, когда я приезжаю и вступаю, вот, выхожу из самолета, вот. И написано, прямо из самолета выходишь, идешь, и везде написано, Георгия Лавсио, Грузия любит тебя. Представишь себе, у меня, аж, не задохнулась, когда я это первый раз увидела, ты идешь по этим надписям, и там написано, Георгия Лавсио, Георгия Лавсио. Но, welcome to Георгия, это очень банально. А они написали, Георгия Лавсио. Представь себе, как это круто. Марина, сколько градусов у вас? У нас градусов, я вам скажу, от 34 до 38 иногда доходит. Люблю вас безумно, и такая позитивная, веселая, просто классная. Спасибо вам большое, вы тепло одете, у вас не жарко. Да нет, я не тепло одета, я в футболочке. Потому что на улице жарко, а на улице я сегодня решила просто пройтись по улице до метро, потому что хотела с вами пообщаться. Если я еду в такси, то в такси холодно, в помещениях холодно, на улице я очень мало бываю. Это вот я сегодня просто потому что решила с вами пообщаться, и мне бы было удобно идти по дороге и с вами просто выйти на связь. Поэтому решила дотопать до метро, и у меня до фабрики ехать на линии, где мне не надо пересадку сделать, я доеду, и все. Да-да-да, в Грузии не похудеешь, когда кормят, это точно. Он не знал, что я подписана на вас, и давно смотрю ваши эфиры, и именно вы очень нравитесь. Спасибо вам большое. Приглашают в Таиланд... А, приглашают в Таиланд меня. Ну, приезжайте, приезжайте. Грузин очень доброжелательный народ, самая лучшая нация. Был друг грузин, несколько... О, жительный был. Ага. Ко всем человек. Да, у него сегодня день рождения. Все оперативно переписываемся там. Да-да-да-да-да. Я поздравила. Доброго утра. Ну, супер. Мы слышали, что вы скоро приедете к Александру. Откуда? Боже мой! Где вы это слышали? Где вы это слышали? Где вы это слышали? Мы вчера помирились, а сегодня утром опять поругались. Мы очень ругаемся. Я хочу его приучить к тому, чтобы он на меня не давил. Я ненавижу давление. Я бегу от давления. У меня трясет от давления. У меня начинает трясти. Я в каком-то панике, в страхе, что меня кто-то давит на меня. Это просто вообще для меня. Для моей грузинской натуры. Это, знаете, мне все надо делать, чтобы все было по-доброму, по-доброму. Понимаете? А не так. Вот сейчас надо сделать так. Знаешь, как прописано. Как будто я нахожусь в какой-то жандармерии. И сейчас вот так, вот так, вот так. Как будто секс в таком-то времени кушают в такое-то время. Это вот в таком-то время. Сейчас идем туда. Вот это вот не люблю. Это не мое, абсолютно не мое. Я свободолюбивая. А он очень такой, знаешь, какой-то вот планирует все четко. Вот как будто. Это не есть плохо, но это не мое абсолютно. Это не мое. Это вообще не мое. Это просто какой-то... Мне нужны какие-то естественные, знаете... Естественно, чтобы все происходило естественно. Естественно, естественность мне нужна. Не нужна мне вот это вот... Чтобы я была обязана сейчас делать вот это, а сейчас вот это, а сейчас вот это, а сейчас вот это, а сейчас вот это. Так не могу жить я. Я не умею так жить. Может, это плохо, может, я не знаю. А вот, но это не мое. А вот. И мне опять сегодня, значит. Сегодня я думаю утром. Думаю, поздороваться... Нет, поздороваться не решила письмом, а решила позвонить ему. Думаю, сейчас я выставлю все, поскольку у нас очень большая разница во времени. Он думаю, наверное, спит. А я еще... Я, ну, я, естественно, раньше проснулась, потому что у нас, если 10 часов, то у вас 5 часов утра. Я в 10 просыпаюсь, у вас 5 утра. А вот. Я пока выставляла, он уже успел проснуться и написать мне опять упрек. Что я? Не, поздоровалась. Я не знаю, что он написал и потом удалил. Ах, это меня ввела в бешенство, что опять он мне в чем-то упрекнул. Он говорит, господи. И опять поругалась сегодня. Потом я, конечно, перезвонила, извинилась. Знаете, я не хочу, я не хочу с ним не ругаться. Я думаю, что жить у нас не получится вместе, потому что мы абсолютно по-разному воспитаны. Абсолютно разное восприятие мира, абсолютно разные культуры, абсолютно все разное там, вообще все разное. Настолько разное, что как бы нас мир не возьмет. Мы всегда будем ругаться, мы всегда будем друг другом недовольны. Так зачем жить вместе, если друг другом всегда недовольны будем? Зачем это надо? Друг друга разрушать. Я к нему отношусь как к человеку, как к родному. Он очень родной человек мне. И как бы мне хочется с ним, знаете, какое отношение к родному человеку, чтобы он это воспринимал. А он это воспринимать не может. Он хочет, чтобы, если мы общаемся, то как любовники. А я так не хочу, я хочу с ним общаться как с другом, ну с очень близким человеком. Не хочу его терять, как-то вот не хочу с ним плохих отношений, не хочу про него плохо говорить. Иногда действительно, вот бывает, что он доводит меня, и вот тогда я начинаю там всякое нести, потому что когда я обижаюсь, могу сказать все, что угодно. От обиды. Ну, в общем, ничего не понятно мне самой, поэтому я не хочу сейчас анализировать, я не хочу какие-то оценки давать, я не хочу никаких обещаний никому давать. Не хочу. Все, эта тема закрыта сейчас пока. Вот Аты вчера в эфире. В глазки грусть были, говорит, маму полгода не видела. Скоро поеду, скоро поеду. Скоро поеду, и может быть я их заберу в Китай, мне тоже без них тяжело. Я много хорошего слышала о Грузии. Не ругайтесь, вы красивая пара. Александр писал, когда вы приедете в Москву, будете вместе. Он ответил, он ответил, все возможно. Аж прям заулыбался. Да вы что, это он сказал. Так, он... Амалина, вы просто... Так, вчера смотрела эфир статая, она была супер и красотка, и неженка, девочка. Дай бог, чтобы у нее было все хорошо. Ой, господи, дай бог, дай бог, дай бог. Спасибо вам большое. Да, слышали, Александр с соседкой разговаривал, она спросила с внучкой, или одна, он ждет вас, езжайте. Саша, мне кажется, ну, я сама как вы, не люблю ограничения, чужие правила. Вот я вот, не люблю ограничения, чужие правила, вот не люблю, я тоже. Вот меня, когда вот меня заставляют жить полностью, на 100%, по правилам, по своим правилам, у меня начинается паника, я буду от такой жизни бежать, бежать, сломя голову и возвращаться к своей свободе, потому что... А если что-то не так, то тогда человек постоянно обижен, понимаете? А эта обида меня просто убивает, потому что я не люблю людей обижать, я правда ненавижу людей обижать. Вот, я лучше, один раз, я не знаю, что я сделаю, вот когда они, вот, когда я чувствую, что я кого-то обижаю, я очень страдаю, я очень страдаю от этого. А вот, и это страдаю, и мне легче, знаете, иногда резко как-то сказать, я не знаю, как бы это объяснить, но я страдаю. Когда он обижается, я сильно страдаю, это точно, я чувствую. Но и сделать ничего с этим не могу, потому что не умею, не знаю, как. Вот. И учиться уже не хочу, потому что у меня уже свои правила, свои какая-то, уже, как уже, какой опыт уж был в жизни, может, опыт это мне принесло, может быть, такой я родилась, я не знаю. Ну, когда кто-то на меня обижается, мне хочется уйти, 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 чтобы человек не был. У меня с сестрой такая же проблема, если она, она очень обидчивая. И от ее обид я всегда убегаю, мне никогда не хочется оставаться у нас дома, потому что если я, не дай бог, ее обижаю, опять она обиделась, не знаю на что, почему. Ну, и мне хочется всегда от этого уходить, всегда. Ну, и зачем он тогда, он уже, он вас не забудет долго, он вас не забудет долго, да. Доброго дня, Саша, дома страдали, с вами свободная отец, а вы, как всегда, прекрасны. Александр, тебе пара может сохранить дружеские отношения, просто не общайтесь и все, найдите другого рода человека. Ой, мне вообще ничего не надо, мне вот то, да, все, дайте работу. Я сейчас заведена только работой, у меня сейчас вся жизнь только в работе, мне это очень интересно, мне хочется развиваться, мне хочется сейчас выучить французский язык, мне хочется усовершенствовать свой китайский. Я хочу учить, прям пойти, учиться в сентябре пойду, в 6 утра буду вставать, что делать, буду ходить год, изучать иероглифы, потому что я говорю прекрасно, а не могу писать, не умею писать. Теперь надо мне учить иероглифы, я хочу развивать себя. Знаете, когда мы уйдем с этого света, когда мы умрем, я верю, мы вернемся в этот свет, с теми знаниями, с тем опытом, который у нас уже был в жизни. И чем меньше мы будем знать, когда уйдем, тем хуже нам будет в следующей жизни, я так думаю. А что у Саши, конечно, жизнь какая, ничего мне делать не надо, сижу дома, ну что убрала эту квартиру, убрала, ничего там, что там убирать-то, господи, вдвоем живем, там делать-то нечего. Пять секунд мне надо, чтобы убрать квартиру, там, посуду закинула, там, в посудомоечную машину, все, сама помылась. И вот я начала поправляться безумно, безумно стала поправляться. У меня, я так никогда не поправлялась, у Саши я поправляюсь, потому что мы едим и ничего не делаем. Мы только едим и ничего не делаем, вот, никакой активной образа жизни нету. И потом, очень плохо то, что у нас нет ничего общего, кроме интима. У нас есть только интим, больше ничего общего. Вот, поели, поспали, встали. А я очень деятельный человек, мне нужна активная образа жизни, мне надо бегать. И я представляла это с Сашей, что мы что-то, чем-то будем вместе заниматься. Он и не думал об этом. И это нас, конечно, очень разрушило. Это, вот, это вот вообще, вот это вот сидение дома, это вообще, мне хочется чем-то заниматься, чем-то как-то развиваться. Вот, имею право, имею право. Нет, я не из зуббиды, я из Сухуми родом, я родилась в Сухуми, а вышла замуж в Гали. В этом году у нас едут в Грузию, Саша тоже едет в сентябре, а в сентябре я буду, я буду в Китае, но, может быть, в Китае я смогу приехать. Ну, это мы уж как решим потом. Мне надо сначала решить, мне надо ехать к нему или нет сейчас, когда я приеду. Потому что не будет ли так, что я опять буду бередить, ну, не я, а и мне он будет бередить вот эти раны, и опять нам потом будет тяжело, потому что мне надо уехать. А вот, я, 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 я как бы лучше, наверное, не мучительно отрезать друг друга, а вот раз, взяли, отрезали, и просто живем, и просто друг друга уважаем, просто друг другу благодарны за то, что было. Вот и все. Не знаю, ничего, никаких оценок, это вот мысли вслух, что я хочу, я сама не понимаю. Класс, классная помада, да, Шанелька украла у Таты. Если Тата об этом знала, она бы меня убила. На самом деле, я и не заметила. Я, когда приела, прилетела в Китай, только тогда заметила, что эта помада лежит у меня в косметичке. Я, конечно, этому была очень рада, но мне очень страшно признаться от Ады, что помада у меня. Моя хорошая, дай Бог, чтобы у вас везде все получилось, и здесь. Спасибо вам большое. Ладно, ребяточки, побежала я, я сама не... Я сама на солнце пишу. Так, расскажите, пожалуйста, как начались ваши отношения, как развивались, я в первое время написала вам директ. Хорошо, моя хорошая, цитомания, вижу. Ой, Господи, это долго рассказывать, поэтому сейчас у меня нет времени. Знаете, время уже... Время – деньги. Время – деньги. Побежала я по работе. Давайте, хорошего вам дня. Все, целую вас. Чудесненького вам всем дня. У вас там утро. Хорошего кофе питья. Вкусненького. А вот, круассанчиков вам вкусненьких. Вот. Пока-пока.